Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж! А мы продолжаем ряд видео о автомобиле ВАЗ от самых первых, от Копейки и заканчивая самыми последними моделями ВАЗа, Грантами, Вестами И сегодня у нас на очереди Лада Калина И поговорим мы сегодня о её плюсах и минусах Для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях тему или вопрос, который его интересует Если этот вопрос будет интересный, то уже завтра вы получите на него детальный, развернутый видео-ответ Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки Особенно тем, кто ставит лайк авансом Ваши лайки очень важны для развития канала И чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас Поэтому не ленитесь, можете прямо сейчас поставить лайк И так мы начинаем Лада Калина Её плюсы и минусы Буду сразу начинать с минусов Я считаю, это лично моё мнение Многие со мной, я знаю, что не согласятся Внешне Калина по дизайну никакая Что допустим, что седан, что универсал, что хэтчбэк Что спереди непонятно что, что сзади непонятно что Как я говорил, как будто её делали-делали Сюда кто-то кинул какую-то гранату Её раздуло со всех сторон То есть машина безобразная То есть я считаю, что ни с какой стороны на неё не посмотреть Это Subaru VRX на минималках, грубо говоря Так вот Но внешний момент, это вкус каждого Допустим, я считаю, допустим Переднеприводные там Зубила там Восьмерки, девятки, девяносто девятки По-своему красивые То есть такие строгие Там четырнадцатки, пятнашки Там тринашки Там по-своему тоже симпатичные Десятки по-своему Приоры тоже по-своему Ну а Калина вообще, я не знаю Кто там о чём думал Что у него за вкусы Но машина как по внешне Ну я считаю, лично никакая По технической части Это всё та же восьмёрка Которая уже модернизируется Всё дальше и дальше То есть по ходовой Там всё та же ходовая Ничего там, опять же, сверхъестественно Автоваз не придумал Та же коробка По двигателю Хотел бы остановиться больше на двигателю Потому что я считаю, что Двигатель именно Калиновский Как его тоже так и называют Калиновский Там, ой, Калиновская головка блока Калиновский коленвал То есть они идут с маркировкой Допустим, головка блока идёт Одиннадцать Восемнадцать То есть и там Коленвал одиннадцать восемьдесят три То есть, но они ставились Эти коленвалы То есть на Один и шесть двигателя Соответственно И Калина идёт с 1.6 двигателем И головка блока тоже И на двигатель я бы хотел Остановиться более тщательно Потом у нас ещё будет отдельное Видео, конечно, про Самые лучшие двигатели ВАЗа Но коль уже тема про Калину Я расскажу Я считаю Несмотря что большим минусом Внешнего вида Калины Ну, понятно, этот двигатель Не только в Калину устанавливался Но так как его называют Калиновским И он стоит в Калине То более тщательно о нём Это самый удачный двигатель Автоваза Не считаем систему питания Неважно, карбюратор, инжектор Берём именно сам Дведи Это топовый двигатель Номер один Среди всех ВАЗов Идеальный двигатель Вообще ни к чему нельзя прикопаться Всё, что нужно было у нём Устранили все косяки Я всегда говорил, что Восьмёрочный двигатель хороший Но с мелкими косячками А вот Калиновский Это всё самое лучшее Что мог сделать Автоваз Почему? Там стоит объём 1.6 В высоком блоке То есть Стоит калинвал С ходом 75.6 Стоит десяточный шатун То есть Десяточный поршень полноценный С запасом прочности Как шатун Так и поршень То есть Высокий прочный блок Всё тоже Та же Надёжная Масляная система То есть Низ идеальный Там нечему вообще ломаться То есть Вот такой низ Покупаете на свою Девятку Девяносто девятку Восьмёрку Там Кидаете И забываете Про всё В жизни там Его и вы не убьёте Если не будете Просто тупо Там его 150 раз перегревать И галить Какое-то Говняное масло По головке блока Головка блока Тоже Всё по ней чётко Всё та же Хорошая Восьмиклапанная Головка блока Настолько простая Что проще некуда Отличие у неё Пошло в том Что На канале Конечно есть Отдельное Опять же Видео Отличие Восьмиклапанной 1.5 голове От Калиновской Там есть отличие Кому интересно На главной странице Моего канала Жмите на все видео И там найдёте ответы На все свои вопросы Так вот Там углубили камеру Сгорания Для того Чтобы была нормальная Степень сжатия То есть Потому что Увеличив объём Если оставили бы Камеру сгорания Такую же самую Как в 1.5 Соответственно Высокая степень сжатия Получилась Начались бы Проблемы Стоит там Уже Десяточный Распредвал Ничего Общего Он со спортом Не имеет Как многие Думают Так же Самое Как и Про Тайговский Распредвал Об этом у нас Будет отдельный Виде Ничего Они общего Со спортом Не имеют Никакого Прихода Они не дают Там Такие Минимальные Значения В разнице Будем Будем Говорить Там Очень Минимальное Значение Но Маленький Плюсик В этом Есть То есть Вы его Не почувствуете С восьмого На Десятый Если поставите Там Разве Что Самообманом Будете Внушать Что оно Едет То есть По головке Блока Та же Самая Как и 83 Седла Те же Клапана Те же Каналы Как были Завода Зажатые Кривые Их Завода Как отлили Так и Забыли Многие Думают Что если От 1.6 Две Телеголовка Значит Типа Она Якобы Лучше Там Типа Потому что От 1.6 Нет Она такая Как и 1.5 Там Ну Может На Полмиллиметра Канал Чуть-чуть Лучше Чуть-чуть Там И то Из-за того Что он Опять же Вот так Гуляет Отлитый Криво Толку От этого Никакого Нет Ее Плюс В том Что в ней Больше Мяса Чуть-чуть Во-вторых То что Они Относительно Все Свежие Если Их не Использовали На Каком-то Галимом Тасоле Или Антифризе Их Не Разъело Еще Поэтому Очень Хороший Двигатель Ну Реально К ней К чему Если В этом Двигателе Доработать Каналы В головке Блока Соответственно Устранить Заводские Косяки Потому что Заводы Их Кохотлили Так и Забыли Это Просто Идеальный Двигатель Вот Кидайте А если Еще В паре Этот двигатель Стоит С каким-то Карбюратором Или С инжектором Новым Свежим Или Хорошо Обслуженным Ну Это Просто Двигатель Ну Реально Просто Супер Двигатель То есть Я же говорю Коробка Та же Самая С проблемной Второй Передачей Но Это Все Устраняемо Если Нормально Спокойно Ездить И проблем Никаких Нет Салон Уже Конечно Там Изменился Уже В отличии Там От Других Там Вазов Но Опять же Что Говорить Про салон И комфортность Вазов Это Ваз То есть Ничего Там Сверхъестественно Как обычно Не придумали Там Пластики И все Остальное То есть По Да Допустим Опять же Удобно Если Седан Как я Всегда Говорю Удобно Загружать Какой-то Вес Универсал Тоже Достаточно Вместительный Хэтчбек Где-то Может По-своему И прикольный Но Все равно В общем Машина По внешнему Виду Безобразная А по факту Грубо говоря Это все Та же Восьмерка Просто В другой Обвертки И слегка Улучшенные А я Напоминаю Что Я занимаюсь Доработкой Головок Блока Каждый Из вас Может Прислать Свою Головку Блока На Доработку И занимаюсь Также Доработкой Карбюраторов На канале Есть много Видео Обзоров То есть Детальных Где Это все Рассказано И показано Как это Все Дорабатывается И для Чего Кто Хочет Заказать Доработку Под каждым Видео В описании Есть А у кого Есть просто Какие-то Вопросы Пишите В комментариях Все В комментариях Читаю По возможности На все Стараюсь Отвечать Также Напоминаю Что можете Прямо Сейчас Написать Тему О которой Вы хотите Чтобы я Снял Детальное Видео И уже На следующий День Получить Детальный Видео Ответ А кому Понравилось Данное Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Кто еще Не подписался Жмите На колокольчик Чтобы получать Уведомления Новых Видео Ютуб Поменял Свои Алгоритмы И теперь Для того Чтобы получать Уведомления Нужно Обязательно Быть Не только Подписанным На канал Если ты Еще Не подписался На канал Обязательно Прямо Сейчас Подпишись И нажми На колокольчик Потому что Нужно Чтобы было Помимо Подписки Еще Нажать На колокольчик Чтобы приходило Уведомление Или Можно Под видео Прямо Сейчас Нажать Возле Ярлычка Подписка Этот колокольчик Или И вам Будут Приходить Уведомления Потому что Я за день Снимаю Много Интересных Познавательных Видео И можно Пропустить Много Полезной Информации О вашем Автомобиле А кому Понравилось Данное Видео Повторяю Ставьте Лайки Делитесь Со своими Друзьями Видео Это Поможет Для Развития Канала Чем Быстрее Будет Развиваться Канал С этим Будет Больше Интересных Познавательных Видео Продолжение следует